Салют, друзья, у микрофона Мистер Кей, добро пожаловать снова в GTA 5 RP, и у меня для вас новые важные новости. Мы создали свою мафию Альдекальда меньше недели назад, но нас уже конкретно щемит, и вы не поверите кто? Продажные ФБР. Я думал, что в этом городе есть только один продажный человек, это непосредственно шеф ЛСПД, но нет, оказывается, в этом городе полно других продажных государственных сотрудников. Чтобы вы понимали, насколько все серьезно, только посмотрите, что здесь происходит, но это наглость по полной программе, у нас сосед, это агент ФБР, который шпионит за нами 24 на 7. Я не знаю, что он пытается вынюхать, нам из-за этого приходится скрываться, не носить оружие у нас на штабе, и в принципе действовать более осторожно, но это только одна проблема. Помимо его, наш дом окружили ФБР со всех сторон, например, вон тот фургон. Казалось бы, обычный фургон, какие-то работяги стоят, но нет, это тоже агенты ФБР под прикрытием, потому что они трутся у нашего дома 24 на 7. Мужики, вы кто такие? А, мы электрики, мы тут чиним, дом просто сломался. Наш дом с электричеством, валите отсюда, нам не нужны электрики. Электрики они, ну кого они обманывают? Пусть уезжают отсюда, хотя скорее всего через час они снова вернутся. Помимо этого, нас уже неоднократно задерживали продажные ФБР на шоссе, во время ограблений бизнесов, даже пытали меня, если вы помните. Не исключено, что среди членов нашей мафии также есть уже подставные агенты ФБР, которые внедрились к нам под прикрытием, хотя может быть и нет. Так или иначе, это уже объявление настоящей войны, и я хочу положить этому конец своим методам. Такого еще не делал абсолютно никто, потому что я хочу вызвать ФБР на стрелу в заброшенном аэропорту. Стенка на стенку, и выяснить, кто из нас сильнее. Прямо сейчас мы будем собирать народ у нас в доме мафии, а вам же я предлагаю играть на третьем сервере Радмира и участвовать с нами в таких сумасшедших авентюрах, которые мы проворачиваем. Ссылочка на скачивание лаунчера есть в описании, после входа вводите мой промокод. Мистер Кей, за него получите 75 тысяч долларов, когда отыграете 10 часов. Будем бороться с беззаконием Лос-Антоса совместно. В общем, парни, ситуация такая у нас сейчас происходит. Нас очень жестко прессингуют ФБР, постоянно задерживают нас, мешают вести честный бизнес, грабить магазины. Я считаю, это честный бизнес. Плюс постоянно трутся у нас тут у дома, что-то выясняют, вынюхивают. Скорее всего, внедряться еще к нам будут, но во всех вас, я уверен, вы проверенные ребята, в этом я не сомневаюсь. Поэтому, сейчас мы будем делать следующее. Мы хотим похитить какого-нибудь ФИБА и потребовать нам забить стрелу со всем их составом, чтобы выяснить, кто из нас сильнее. Если мы выиграем, то они будут выполнять наши требования и больше нас не будут трогать. Я надеюсь, что мы победим и нам не придется как раз-таки выполнять второе требование, которое будут требовать они. Я не знаю, что они будут требовать. Поэтому, ребята, сосредоточьтесь, у всех есть оружие, у всех есть бронежилеты. У нас есть информатор, который даст нам информацию сейчас со сотрудники ФИБА, где-то там за городом, его отправят по ложному следу специально, которого мы и выхватим. Сейчас, на данный момент, на данный момент, вы все едете на заброшенный аэропорт. Я скажу именно куда. После этого, одна группа поедем красть, короче, ФИБА. Мы его крадем и везем туда. Все, парни, я на вас надеюсь. Сейчас нет времени отходить, сразу идем по машинам. Ну все, выдвигаемся. Стрела в ФИБА. Я очень надеюсь, что наши ребята нас не подведут. И мы наконец-таки положим конец с этими продажными ФИБ, которые нас прессингуют. Сейчас, получается, все машины будут выстраиваться в ряд. Будем выезжать на заброшенный аэропорт для начала. Капец, я здесь много. Но я надеюсь, что мы возьмем их силой. Хотя, скорее всего, федералов будет столько же, сколько и нас. А может быть, даже и больше. Сейчас нам главное похитить, по сведениям информатора, одного из них. И там уже договориться о стреле. Потому что, возможно, они не примут участие в нашей стреле. Но у меня есть на этот момент кое-какой план. Все, выезжаем потихонечку на заброшенный аэропорт. Не будем торопиться. Торопиться нам сейчас абсолютно некуда. Главное, дотуда доехать целости и невредимости. Черт, вот это реально мафия. Когда столько тачек собралось. Едут колонны на опасное дело. Вот вы подумайте сами. Кто бы вообще додумался забить стрелу ФИБ? Обычно стрелы забивают между собой две мафии. А не мафия против государственной организации. Но учитывая, что все эти государственные организации, как мы уже выяснили, продажные. Значит, будем действовать с ними совершенно по другим правилам. Вот что я могу сказать. Окей, мы добрались до заброшенного аэропорта Тревора. Давайте занимать позицию где-нибудь в конце аэропорта. И выстраивать красиво машины друг за другом. Перекрывайте всю эту посадочную полосу. Выходите за машиной. И будьте готовы пока что. Есть информация от информатора нашего? Да, 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 да. Я предлагаю старшему составу здесь остаться. Для контроля ситуации. А нам взять пару ребят доверенных. Аккуратно к нему подъедем. Аккуратно его запакуем. Аккуратно увезем. Все будет нормально, я думаю. Соберите яйца в кулак, как говорится. Так, все, давайте искать этого человечка. Он катается где-то по этой трассе. Его специально отправили по ложному следу в этот район. Возможно, он будет на машине FIB. Возможно, он будет на какой-то другой машине. Нам главное понять, что это именно агент Федерального бюро расследований. Так, будьте внимательнее. Он должен быть где-то вот в этом районе. Не знаю, на какой он машине. Не знаю, как он выглядит. Осматриваем все тачки. А вон там белая машина какая-то катается. Возможно, это он. Возможно, возможно. Аккуратно подъедем. Сразу вылез... Ага. Он похож на сотрудника Федерального бюро? Да, да, да. Все, вылезаем. Давайте работаем. Работаем по кому-то шоу. Здравствуйте, полицейские. Вы можете мне помочь? Выходите из машины. Достал тяжелый пулемет. Руки поднимаем. Руки поднимаем. Ага, ручки. Быстренько. Смотрите. Вы не переживайте сильно. Нам нужно только поговорить с вашим главным. Хорошо, что вы сюда приехали. Надел стяжки на человека напротив. Хорошо, что вы молчите. Можете ничего лишним не говорить. Так, достал мешочек из сумочки. Натянул мешочек человеку напротив. Все. Чумба Артемий. Тащи его в машину. В багажник его запихивай. Я открываю багажник. Ну или в саму машину. Без разницы. Главное, до места доехать. У нас времени мало. Окей, это было легко. Но его специально отправили по ложному следу. Он там оказался один. Так что сейчас приезжаем на место. Уже с этим человечком. Будем требовать у него рацию, связь. Напрямую с директором FIB. И уже выяснять остальные отношения. Требовать, чтобы они являлись на заброшенный аэропорт. Где Чумба Пейн? Здесь где-то ходит. Чумба Пейн у вас вызывает. Вот в машину. В машину сажайте его. Нам бы поговорить с ним, наверное, сначала. А, ну да. Да-да-да-да. Здравствуйте еще раз. Вы разговорчиваете? Здравствуйте. Смотрите, какая ситуация. У нас возникают очень большие недопонимания с вашим агентством. Федерального бюро расследования. Поэтому сейчас я попрошу вас взять рацию. И сообщить директору, что вы находитесь у нас в заложниках. У нас есть следующие требования. Вот берите рацию, я буду диктовать. Сейчас, секундочку, минутку. Говорите следующее. Ваше агентство перешло дорогу организации Аль-Де-Кальдо. Мы требуем встречу с директором FIB, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Мы забиваем вам стрелу на заброшенном аэропорте. Если вы предпримите попытку нас арестовать здесь, а не поговорить сначала. И решить этот вопрос так, как мы хотим. То у нас где-то в городе заложена взрывчатка. Так, все, стрелу FIB мы забили. Они минуты на минуту сюда приедут. Ожидаем их прибытия. Сначала попробуем поговорить, сказать, что мы конкретно требуем. А дальше уже, скорее всего, начнется жесткая, горячая перестрелочка с ними. Там кто-то приехал, поднял руки. Ага, он в одиночку приехал. Интересное решение. Давайте выйдем. Не все выйдем, блядь, понятное дело. Всядьте за машины. Они же могут наворваться сюда. А вы не подумали, что это может быть засада? Вы обратно все за тачки вернитесь. Куда вы все выйдете? Все, все, приказ. Чумба, Шубер, держи вы на прицеле. Здравствуйте. Здравствуйте. Кем вы являетесь? Я заместитель директора федерального бюро. Вот мой жетончик. Значит, смотрите. Вам основную информацию по рации, я думаю, передали. У нас постоянно у дома трутся ваши люди. Что-то вынюхивают. Хотя мы ведем честный, абсолютно легальный бизнес. Не обращайте внимания на то, что мы с оружием. Плюс наших людей отвозят в ваш штаб, и они пропадают без вести почему-то. Я не знаю почему. Поэтому мы хотим решить вопрос по-мужски. Устроить с вами стенка на стенку. Вот так вот. Я вас понял. Ну вот это вот про то, что у вас пропадают люди, мне кажется, это не мы замешаны в этом. Мы же федеральное бюро, что мы с людьми делаем? А почему они тогда приезжают к вам в штаб, а оттуда уже не выходят? Куда они тогда деваются? Так мы не возим к нам в штаб вообще никого. Мы возим в БКСД, в ЛСПД. Ага, но их увозят именно на ваших машинах, и они пропадают. Ладно, я вас понял. Блин, как же это красиво. Вы только поглядите, сколько людей. 22 человека. Все это наша мафия Аль-Декальда. Мы реально меняем правила игры в Лос-Антосе. Кто бы мог себе еще позволить вызвать ФИБ на Стреу в заброшенном аэропорту? Только мы, разумеется. Ладно, мне тоже надо позицию занять сейчас. Какую-нибудь выгодную. Кто мы, Аль-Декальда? Чего мы боимся? Ничего не боимся. Кто такие ФИБ? Просто госслужащие. А мы кто? А мы элита. ФИБы подъезжают. Они, правда, встали очень далеко. Возможно, будут вставиться ближе. Но, ха-ха, блин. Стенка на стенку. Стрела с ФИБами. Но их столько же, сколько нас, в принципе. Посмотрим, что из этого будет получаться. И кого мы всех будем стрелять. Там кто-то к нам бежит. Выбежим, ладно. Во сколько начинаем? Начинаем ровно в 36 минут. Но все, готовимся. Сейчас решится вопрос, кто же сильнее. Аль-Декальда? Или продажные сотрудники ФИБ. Максимальная готовность. 20 секунд. Господи, здесь уже напряжение в воздухе. Скоро этот воздух пропитается запахом крови. 5, 4, 3, 2, 1. Ну все, поехали. Будем их поливать просто сплошным огнем. Кого только будет получаться стрелять. Ой-ой-ой, аккуратно, аккуратно. Прячемся, перезаряжаемся. Правда, не знаю, что перезаряжать. Это ведь пулемет. Но будем стрелять. У меня 300 патронов. Могу стрелять сколько угодно. Черт побери. Смотри, блин, один уже лег. Не высовывайтесь. Там слева нас обходят. Какого черта? Они действуют не по правилам. Но это сразу было понятно. Продажные ФИБы сразу действуют не по правилам. Разошлись куда-то по бокам. Ну ладно, буду обстреливать кусты. У меня пока все отлично. У меня полный бронежилет. Если что, можно будет захилиться. Скоро, скоро, скоро. Сзади, сзади. Они нас слева обходят. Сразу видно продажные, продажные люди. Они нас просто, они по правилам начали жать. Блин, они где-то там в кустах. Я их даже найти не могу, ладно. Будем пытаться здесь отсиживаться. Нам самое... Ой, они уже здесь. Окей, окей. Давай, чувак, высовывайся. Они здесь за заборами. Они пушат нас. Блин, какой сплошной огонь. Тихо, 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 тихо. Надо захилиться. Конфетку. Ну понятно. Они нас просто обошли. Ладно, что я могу сказать. Я считаю, что эти продажные фибы действовали реально нечестно. Они нас начали обходить совершенно сбоку. Начали стрелять нам по спине. Хотя мы изначально договорились стреляться стенку на стенку. Но правила им не писаны. Значит, будем бороться с ними на улице. Они показали себя. Значит, мы будем действовать с ними еще более жестко. Итак, вы нарушили условия. Были условия. Стенка на стенку. Почему нас начали стрелять со спины? Да, какая разница? Это большая разница. Вы мужики или не мужики? Хорошо. Смотрите, как мы сделаем сейчас. Мы проиграли битву, но не проиграли в войну. Мы пообещали сказать вам, где находится взрывчатка, что мы ее заложили в здание. Но дело в том, что взрывчатка заложена в вашей машине, которая сейчас припаркована на парковке в ФАБ. Хорошо, мы вас поняли. Сейчас мы ликвидируем данную машину. Я поеду один, возьмусь за это задание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...